В нашей школе произошло чудо. Международная космическая школа связалась с Международной космической станцией. И давайте я вам расскажу поподробнее, как это было. Был вечер, мы все сидели, ждали того самого момента. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И пока мы там разговаривали, развлекались, играли, к нам приехали специалисты из клуба радиолюбителей авиационного университета. Они с собой провезли специальную аппаратуру для связи с МКС. Американцы сейчас тоже у себя установили станцию в Европейском, но любят пользоваться все равно нашей. К часу ночи мы пришли к месту проведения связи. И спустя несколько минут появилась маленькая звездочка, которая пролетала над Башкирией. Мы связали здесь с МКС, поговорили с космонавтами, позадавали им вопросы. Они были рады услышать голоса детей. Было более 70 вопросов, но утвердили только 20. Но все равно эти вопросы были очень интересными. Это чудо произошло благодаря президенту фонда Циолковского, правнука ученого, главного специалиста РКК «Энергия» Самбурова Сергея Николаевича. И сейчас мы хотим задать ему несколько вопросов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Почему вы решили работать именно в космонавтике? Я был маленький мальчик, когда вот, как ты примерно. И у меня прадедушка был Циолковский, который эту космонавтику придумал. И в наш дом приезжали многие ученые, а потом и космонавты. И я вырос в этой среде космической. И потом, значит, решил продолжить дело прадеда и заниматься космонавтикой. Почему вы космонавтике выбрали область радиосвязи? Ну, меня с детства интересовала физика, математика. И я даже вот где-то в пятом классе с нашим братом мы сделали приемники, спаяли, и он говорил, вот куча железок, а из нее голос идет. То есть было интересно, я всякие конструкции паял. А потом поступил в университет МВТУ имени Баумный, из такой, в Москве. И выбрал факультет радиотехники. И, значит, там обучался, потому что мне это очень нравилось, радиосвязь. Как вам пришла идея создать космическую радиолюбительскую связь? Все просто тоже. Я работал в Центре управления полетом по анализу деятельности экипажа. А полетел мой друг, Муса Монаров, такой космонавт, на станцию МИР. И мы с ним говорили, он тоже любил радиотехнику. И говорит, хорошо бы нам установить вот такую систему связи, чтобы мы могли с радиолюбителем со всем миром общаться. Ну и мы разработали проект, это довольно сложно было. Антенну установить, поставить аппаратуру, согласовать все. Ну и поставили, и уже с этих моментов пошла система радиосвязи. И всем очень нравится, потому что это уроки из космоса называется. На Международной космической станции мы ее продолжили, сделали эксперимент о Гагарине из космоса. И теперь вот мы вчера провели сеанс связи, и вообще во всей России проводим, иногда и с другими странами, там Перу, Эквадор, даже такими, Никарагуа проводим сеансы связи. И космонавты охотно общаются, потому что они слышат живые, интересные голоса. Вот не строгие команды из Центра управления, а такие радостные голоса детей, и им тоже очень нравится. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Как долго вы уже общаетесь с МКС? В этом году, 10 лет, как у нас проводят сеансы, как мы проводим сеансы, попал на сайт Сергея Николаевича Самбурова, rs0ss.ru, где было написано, что если вы хотите провести радиосвязь с космической станцией, ну, это университет в смысле, если вы какая-то организовательная организация, то, пожалуйста, если у вас есть такое вот оборудование, которое там написано было, и радиолюбительской позывной, можно вот провести радиосвязь. Написав письмо с заявкой, вот, собственно, началось с этого. Радиолюбители используют такого типа оборудования, и оно у нас уже было. Вот, и поэтому проблем не составило никаких. Итак, 7 человек на МКС, трое из них наших, трое россиян, да, двое новички, а вот Олег, он много раз уже летал, да. Сергей Корсаков и Денис Матвеев, это два, первый раз, которые полетели, и третий опытный уже специалист Олег Артемьев. Радио Сергей 0, Иван Сергей Сергей, радио Зинаида 9, Василий, Василий Борис. Денис, приветствую, это Утес. Это Александр Скворцов, ты меня помнишь, знаешь, надеюсь. Я здесь присутствую тоже на сеансе связи, и рад тебя приветствовать. Да, Александр, привет, рад тебя слышать. Как дела? Ну, рад слышать тебя, рад еще раз поздравить с присутствием в космосе. Отличные дела, здесь прекрасная погода, мы вас сегодня будем видеть. И передаем привет всему нашему экипажу, всему экипажу нашей Международной космической станции. Ну, если есть возможность, можно там потом, чтобы Олежка немножко что-нибудь крикнул, Серега тоже. Давайте начнем с вопросов, и первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Гоша, я из города Серега-Тамак. Каким самым важным качеством должен обладать космонавт, чтобы остальным членам экипажа было комфортно находиться с этим, с ним долгое время на МКС? Привет, Гоша. Отличный вопрос. Я думаю, самое важное качество – это доброта. Если человек добрый, то и вокруг с ним, с людям находиться с ним. Очень приятно. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Роман, я из города Уфы. Находясь на МКС, как вы стираете одежду и белье, или она у вас одноразовая? Спасибо, и следующий вопрос. Если на космической станции интернет, если есть, то как он работает? На космической станции есть интернет, он работает очень медленно, примерно как ДЛС-модель, если вы помните, как это выглядит. Прием. Каченко Михаил, город Довликаново. Есть ли живые организмы, которые присутствуют на МКС помимо космонавтов? Помимо космонавтов есть еще астронавты, потом есть у нас все улитки, есть у нас сейчас прибудут мыши, претят на Дрэгоне. Ну и, конечно же, есть бактерии, небылик плесень. Вот, смотрите, МКС, вот. Вот он, 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 вот он. Сам видит, прием. Спасибо, и следующий вопрос. Ревунова Софья, город Стерель-Тамак. Скажите, был ли вашей мечтой полет в космос, и о чем мечтается в космосе? Спасибо за вопрос. На самом деле мечтой у меня такой не было, пока я не стал взрослым и не встретил другого космонавта, который меня заразил в мечтой в космосе. Ну, о чем мечтается в космосе? Это, конечно же, наши семьи, которые мы не видим, наши друзья, которых хочется обнять и с ними пообщаться поближе. Вот это, об этом мечтается. Олег, у нас с вами сеанс уже заканчивается, видимо, далековато вы от нас становитесь. Спасибо. Спасибо за проведенную радиосвязь, за два сеанса коллективу. Большое огромное спасибо с Калиновки. Мы разговаривали с настоящими космонавтами, задавали им вопрос, они на них отвечали. Было очень интересно, когда космонавты пролетали над нами, и мы с ними разговаривали. Когда мы начали разговаривать с космонавтами, их станция пролетала над Африкой, а когда закончили, была уже возле Китая. Было очень интересно разговаривать с космонавтами и видеть станцию на небе. Насчет МКС я могу сказать, что живой опыт связи с настолько обширной, грандиозной вещью, как МКС, это что-то в новинку. Конечно же, я могу это спокойно посмотреть в интернете, но какой тогда будет интерес, собственно говоря. Если задать, можно сказать, вживую, через радио, то у настоящих космонавтов прямо там, в космосе, и просто напечатать в интернете. Но это совершенно две разные, грандиозные вещи. Одна это просто только что доступна почти что всем, и другая, которая доступна почти что никому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!